Привет всем, с вами Кик, и в сегодняшнем воскресном дайджесте вас ждет первый в мире вирус, который поразил новый маки на яблочном чипе М1. Вы увидите первое устройство, которое летает на солнечной энергии и может стать тем самым материалом для летающих ховербордов. Кольцо, превращающее человека в аккумулятор, гибрид кубика Рубика и геймерской консоли, а также Persuverance, который совершил самую точную посадку в истории. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, как вы знаете, IT-сфера многогранна. В той же компании Добра, Google или же Netflix, и в предприятиях нашего с вами отличного знакомого Илона Маска работают айтишники с кардинально разными профессиями. Всегда думали, что сможете лучше, но боялись первых шагов в IT. Отлично понимая все страхи новичков, онлайн-школа Skill Factory приглашает всех на день открытых дверей. Это действительно уникальная возможность, чтобы узнать, подходит ли вам IT-сфера, какую профессию выбрать и как обучиться и устроиться на работу. Вам расскажут, какие есть профессии в IT, чем они занимаются и какие решают задачи. Вам также помогут определиться с направлением и покажут, как они обучают студентов и помогают с трудоустройством. Но Skill Factory это не только онлайн-школа, это место, где великолепно чувствует время. Доказательство этому уникальное в своем роде шоу IT-рентген, в котором герои будут отвечать на вопросы приглашенных экспертов, и по итогам их ответов эксперты скажут, какая профессия и какая сфера больше всего им подойдет. Так что не теряйте ни минуты и переходите по ссылке в описании, чтобы узнать все-все. Вперед к новым вершинам! Сегодняшний выпуск мы начнем с купертиновцев, а вернее с тех, кто решил попробовать их на прочность. Как стало известно, для новых компьютеров Mac, в которых используется ARM процессор M1, собственной разработке Apple был создан первый вирус. О появлении вредоносного кода, специально заточенного под чипы Apple Silicon, сообщил эксперт по кибербезопасности и бывший сотрудник АНБ. По словам специалистов, найденный им зловред под названием GoSearch22App является модификацией рекламного троянца Pyrrid, заражающего Mac'и уже много лет. Однако зловомышленники переписали код приложения таким образом, чтобы обеспечить полную совместимость с процессорами M1 на нативном уровне. Вирус, собранный под ARM, ведет себя аналогично предшественнику, внедряет рекламные баннеры и крадет данные из браузера. На старых Mac из-за различий архитектур новая модификация Pyrrid запуститься не может. Обновленный Pyrrid угрожает всем компьютерам с процессорами Apple Silicon, представленными в ноябре прошлого года. Это MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Более того, ARM-версию троянца не способны обнаруживать антивирусные системы. Apple уже отозвала сертификат разработчика, однако GoSearch22App легко может проникнуть на компьютер в обход App Store. Также не исключено, что очень скоро будут появляться и другие модификации вируса, нацеленные именно на M1. Посмотрим, что этому сможет противопоставить компания Тима Кука. Кстати, один из самых ярых конкурентов Apple, китайская компания Xiaomi, всерьез задумалась о выходе на автомобильный рынок. Эти сведения поступили сразу из нескольких источников. Речь идет о новой стратегической инициативе. Пока какие-либо конкретные решения не приняты, но обсуждения на соответствующую тему ведутся на высшем уровне. Утверждается в частности, что в случае одобрения проекта его возглавит соучредитель и генеральный директор Xiaomi Leijun. Источники также сообщают, что рассматриваются различные формы выхода на автомобильный рынок. Вероятнее всего обсуждается возможность создания электромобиля со средствами автопилотирования. Другой вариант – разработка автомобильной электроники. Так или иначе, пока никакие официальные заявления по данному поводу Xiaomi не сделала. Вообще, стремительное развитие рынка электрических автомобилей тормозится отсутствием эффективных накопителей энергии, обладающих высокой емкостью и быстрой подзарядкой. На сегодня ближе всех к созданию серийных литий-металлических батарей подошла компания Toyota, зарегистрировавшая множество патентов, относящихся к передовой технологии. Специалисты Toyota отмечают, что литий-металлические аккумуляторы, помимо быстрой перезарядки и повышенной плотности энергии, также будут меньше подвержены риску возгорания, что повысит безопасность автомобиля. Учитывая тот факт, что конкуренты Toyota планируют выпустить первые реальные серийные образцы твердотельных аккумуляторов уже в ближайшие пять лет, можно предположить, что японский лидер автопрома опередит соперников и покажет коммерческий твердотельный аккумулятор в ближайшем будущем на одном из своих электромобилей. Инженеры Toyota недавно подтвердили свои амбиции и сообщили, что батареи следующего поколения, такие как твердотельные и металл-воздушные, будут обладать более высокими техническими параметрами и обеспечивать большую безопасность. Не исключено, что более мощные и энергоемкие аккумуляторы появятся на грузовиках или автобусах Hino Motors, дочерней компании Toyota. Однако конкретные сроки выхода на рынок первых реальных твердотельных аккумуляторов пока неизвестны. Погнали дальше! Создание ховерборда Марти Макфлая из трилогии «Назад в будущее» становится еще более реальным после объявления о разработках ученых из Пенсильванского университета. Они смогли заставить объект парить над поверхностью только на энергии отраженных оптических волн. Тонкая пластина, созданная из майлара, пленки, применяемой в космосе как основой для тепловодной защиты скафандров и для солнечных парусов, не имела никаких двигателей и механизмов, но при этом левитировала над поверхностью, поддерживаясь только световым потоком, исходящим от светодиодов. Пластинка из майлара обладает самым главным свойством, сделавшим этот материал столь популярным в различных сферах промышленности. Это малая масса при достаточно высокой прочности. В проведенном в Пенсильвании эксперименте пластина парила в практически безвоздушном пространстве, когда сопротивление внешней среды сведено к минимуму, и силе тяжести может противостоять только энергия фотонов, исходящих от источника света. В дальнейшем технология левитации может быть использована для научных экспериментов в безвоздушном пространстве космоса. Применение может быть найдено при создании исследовательских зондов, направленных в верхние слои атмосферы, в практически безвоздушное пространство, где летательные аппараты типа воздушных шаров теряют свою эффективность. В более далекой перспективе левитирующие устройства на основе майлара могут найти применение при освоении Марса с его разреженной атмосферой. А вот инженеры из университета Колорадо Болдер разработали систему в виде наручного кольца, обеспечивающую получение электричества для носимой электроники непосредственно от пользователя при помощи термоэлектрических генераторов. Эти приспособления способны напрямую преобразовывать тепловую энергию человеческого тела в электричество. Ничего не напоминает? Разработанный в Колорадо генератор дополнительно имеет встроенную на холодной стороне пленку, обеспечивающую повышение производительности при пребывании гаджета на солнце. Такая функция позволяет повысить эффективность подзарядки во время активных занятий спортом и отдыха на открытом воздухе. В основе кольца генератора используется эластичный материал поли-имин в качестве подложки и оболочки для электропроводки из жидкого металла, соединяющей встроенные модульные термоэлектрические чипы. Такой гаджет обладает превосходной механической гибкостью, поэтому его можно носить на теле человека для сбора энергии. Изучение и оптимизация свойств и концепции конструкции созданного в Колорадо генератора могут в конечном счете привести к созданию высокопроизводительных, адаптируемых, настраиваемых, долговечных, экономичных и экологичных устройств, предназначенных для генерации энергии следующего поколения с широким диапазоном использования. Далее у нас в меню новая игровая платформа в виде кубика Рубика и японский робот-код Perdon. Начнем с принципиально новой игровой платформы WowCube, представляющей собой гибрид традиционного кубика Рубика и компактной игровой консоли. Авторами изобретения стали отец и сын Осиповы. Идея оригинального устройства принадлежит 14-летнему сыну Савве Осипову, а разработка и реализация проекта легли на плечи отца Ильи Осипова. WowCube представляет собой электромеханическую игровую платформу, напоминающую кубик Рубика, с размером грани 70 мм. Он состоит из 8 автономных модулей, объединенных вместе таким образом, чтобы их можно было поворачивать в 4 слоях вокруг 3 взаимно перпендикулярных осей, что и напоминает принцип работы кубика Рубика. Каждая грань кубика имеет 4 IPS-экрана, а всего устройство получило 24 небольших монитора. Каждый модуль WowCube автономен, но при этом они связаны друг с другом и обмениваются данными. В каждом модуле есть несколько интеллектуальных разъемов, которые позволяют передавать данные по воздуху. На внутренней стороне каждого модуля есть 4 разъема, взаимодействующие с тремя соседними модулями, что позволяет обмениваться данными и распределять низковольтное питание по WowCube. Работает каждый сегмент на своем микропроцессоре. Кроме того, в устройстве имеется акселерометр. Применяя специальные приложения, работающие под iOS или Android, пользователи смогут загружать в устройство не только игры, но и отдельные утилитарные программы, транслирующие прогноз погоды, время или календарь. Передача данных осуществляется при помощи Bluetooth. Работа с игровыми приложениями осуществляется с помощью комбинаций скручивания, наклона и встряхивания устройства. Никаких нажатий на экран или кнопок не требуется. Открытый интерфейс прикладного программирования API WowCube позволит сторонним программистам создавать прикладные приложения для устройства, которому эксперты пророчат успех, сопоставимый с Pokemon Go. Одним из первых оригинальную платформу отметил один из основателей Apple Стив Возняк, назвавший WowCube «невероятным изобретением». Стоимости планы производства WowCube будут оглашены на мероприятиях выставки CES 2021. Компания же Panasonic совместно с профессором технологического университета Тойо Хаси, Мичио Акада, представила необычную игрушку-компаньона – Никобо. Никобо – это милый робокот, который внешне больше похож на шар в носке. Робот оснащен камерой и микрофоном. Он умеет распознавать своего хозяина и узнает его по голосу. Также в устройстве установлен датчик освещенности, благодаря которому кот спит при ярком солнце. Кроме этого, игрушка способна самостоятельно передвигаться по комнате, вилять хвостом при прикосновениях и даже пукать, причем как настоящий шерстяной КТ. Никобо умеет еще и разговаривать. Поначалу это будет небольшой словарный запас, но со временем робот научится и сможет говорить на уровне маленького ребенка. Panasonic Никобо появился на краудфандинговой площадке Makuake с ценником в 360 баксов США. И какой же кик без, конечно, космоса? Аппарат Perserverance выполнил успешную посадку в кратере S0, разминувшись всего на 35 метров с опасными валунами, который заметил во время спуска. Вскоре после посадки марсоход передал на Землю первое изображение. Пыль, камни и тень от аппарата на поверхности. Спуск аппарата был сложной, тщательно спланированной операцией. Падая в атмосфере планеты, он испытывал температуру до 1300 градусов Цельсия, раскрыл парашют размером с баскетбольную площадку и совершил самое точное в истории изучения Марса приземление, опустившись на пятачок диаметром 7 километров. Это девятый успешный спуск на марсианскую поверхность из десяти попыток, которые предприняли в НАСА. Первым в мире коснулся Марса советский спускаемый аппарат Марс-3 в 1971 году. Третьей страной, высадившейся на Марс, планирует стать Китай, который уже вывел на орбиту межпланетную станцию Тяньвань-1 и попытается спустить свой марсоход через несколько месяцев. Теперь марсоход НАСА начнет в кратере сбор образцов грунта, которые потом отправятся на Землю, где ученые обследуют их на предмет следов давно изменившегося теплого и влажного климата и жизни на Марсе. Примерно 3 миллиарда 800 миллионов лет назад на планете, скорее всего, была плотная атмосфера, удерживающая на поверхности воду. Одна из рек протекала как раз по Эзеро, и в Дельте могли остаться свидетельства древних времен. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что провели это время с нами. Не жалейте лайков, активно подписывайтесь, и, конечно, не забывайте трубить в колокола, чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашей инсте с самым крутым техноконтентом, и телеги с самыми быстрыми новостями. Кстати, мы уже есть в ТикТок, заходите, вас ждут уникальные кадры с нашего бэкстейджа. Мы увидимся очень скоро, пока!